Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Ночное убийство в столице, самооборона или нападение, корреспонденты подробностей выясняли обстоятельства. Кивин и мытарство, на кого скандальный наркоборец решил подать в суд? Говорит обвинение. Подозреваемым в расстрелах на Майдане. Экс-беркутовцам начали зачитывать обвинительный акт. Что дальше? Она написала убийство. Деканаидзе рассказала, кого удалось обезвредить благодаря инсценировке преступления в Одессе. В Святошинском райсуде столицы появление беглого Виктора Януковича в качестве свидетеля сегодня так и не дождались. Увидеть и услышать его здесь надеялись по видеосвязи, как обещали на прошлом заседании адвокаты бывших беркутовцев. Но до допроса свидетелей, как оказалось, еще очень далеко. Чем закончилось первое слушание дела по существу, узнает Ирина Романова. На первое заседание по существу в Святошинский райсуд никто из родственников погибших на Евромайдане не пришел. Зато сегодня здесь родственники обвиняемых. Я комментарии надаю. Про родственники? Зинченко. В зал заводят Павла Оброскина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуру и зама сбежавшего садовника Олега Янишевского. Пока это все задержанные из 25 беркутовцев, подозреваемых в расстреле активистов Майдана. Остальные в розыске. В чем их обвиняют? Просят зачитать полностью. В горячем все обвинувальные акты относительно всех людей. Зрозумимо. Оголошивается обвинувальный акт в полном обществе. Будь ласка, прокуроры. Первый в списке Павел Оброскин. Прежде чем дойти до сути обвинения, прокуроры долго озвучивают предысторию событий кровавых зимних дней. Начиная от узурпации власти Януковичем в 2010-м и заканчивая отказом от подписания Ассоциации с ЕС. Наконец добираются к февральским событиям 2014-го и восстанавливают буквально по минутам. Приблизно 17-18 годы прибывшие на месте постельной дислокации КМОБЕР под садовник, вызначив бойцов и числа рука специального призначения, которые должны быть вводить, что это сохранено численно место Киева для учения террористического акта. После этого садовник, Зинченко, Лобовским, Тартура и Маловичин, Горучинский полку закреплены за ними табельно-вогнепальными бровями. Также до них патроны из зарядного свинцевого и картежа, и использование которых было заборонено. Упомянутых беркутовцев продолжает прокурор, привезли на площадь перед парламентом. А в ночь на 19 февраля по указанию командира полка Беркут Кусюка перегислоцировали на улицу Институтскую. Там они находились в резерве до утра 20-го, пока Кусюк не отдал Янишевскому приказ применять огнестрельное оружие для разгона митингующих. Спустя два часа судья объявляет 10-минутный перерыв. Так в чем же конкретно обвиняют сидящих за решеткой беркутовцев? Спрашиваем у одного из прокуроров. После небольшого отдыха акт продолжают засчитывать. Прокуроры называют фамилии всех пострадавших, а это 48 погибших и 80 раненых. И переходят к обвинению Зинченко. В перерыве адвокаты возмущаются. Не описано, как и каким способом каждый из подзащитных наших совершили все-таки эти преступления. Из наших подзащитных не стреляли. А кто стрелял, пусть прокуратура занимается, выявляет, стреляли неустановленные. Спустя еще три часа суд прерывает заседание. Слушание следующих 220 страниц продолжится через два дня. Ирина Романова, Андрей Кузнецов. Подробности. Телеканал Интер. Самооборона или намеренное убийство? Финалом ночной потасовки в центре Киева стала смерть одного из участников конфликта. Он погиб от резиновой пули, выпущенной из травматического оружия. Кто прав, кто виноват и что грозит, спустившему курок, выяснял Егор Логинов. Все произошло около часа ночи возле жилого дома по улице Большая Васильковская, 145. 30-летний киевлянин и его бывшая жена вышли из бара. На улице поспорили с тремя молодыми людьми. Словесная перепалка перешла в драку, после чего мужчина открыл огонь из травматического оружия. Поранил трех молодых людей. Двое из них медичную допомогу надали на месте подии. Иншого с проникающим поранением грудей и непроникающим поранением ноги доставили до лекарни, где он, не приходячи до тями, помер. Один из его товарищей втек из места подии после надания медичной допомоги. Инший надал правоохоронцам чужое прозвище. Стрелявшего мужчину задержали. Он рассказал правоохранителям, что применил травматическое оружие для защиты жены. По украинским законам он имел на это право в случае реальной угрозы жизни и здоровью, говорят юристы. И подчеркивают, уголовная ответственность наступает за превышение мер самообороны. Но есть исключения. Есть три случаи, в которых человек не несет криминальную ответственность даже за превышение мер необходимой обороны. Про что идет? Если нападающий имел оружие, если на особу нападает группа людей, если происходит несанкционирование проникнение в житло. Но суд должен в таком случае установить, что этой особе действительно загрожила небезопасность жизни и здоровья. Следствием установлено, мужчина стрелял из своего официально зарегистрированного травматического пистолета. При этом эксперты отмечают, смерть от резиновой пули довольно редкое явление. Если это было достаточно близкое расстояние, если человек был легко одет, и каким-то безумным способом пуля попала именно в межреберное пространство, то ее, джуули, энергетики хватит. На данный момент против стрелка открыли уголовное производство по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Сейчас он в следственном изоляторе временного содержания. Ожидает избрания меры пресечения. Тем временем полиция изучает видео с камер наблюдения, чтобы установить степень вины участников конфликта. Егор Логинов, Владлен Ноль. Подробности телеканал Интер. И еще об одном убийстве, на этот раз фейковом. Сегодня в нацполиции наконец-то прокомментировали загадочное покушение на адвоката в Одессе. Это была инсценировка, написала на своей странице в фейсбук Хатя Даканаидзе. С ее помощью, утверждает глава нацполиции, удалось ликвидировать группировку в послужном списке которой похищение людей, шантаж и убийство. Банда орудовала несколько лет. По словам Даканаидзе, адвокат Александр Погорелый, который выступил в качестве приманки, сообщил в полицию о постоянных угрозах в свой адрес. Как выяснилось, на него готовилось покушение. Чтобы задержать организаторов и посредников, правоохранителям пришлось инсценировать убийство адвоката. Сама же Даканаидзе может оказаться в центре скандала. Илья Кива намерен идти в суд. О том, что он готовит иск, главный наркоборец страны, написал в фейсбуке, ссылается на слова Саакашвили, сказанные на сегодняшней пресс-конференции. Вот только не уточняет, на кого подает в суд. Вот на Саакашвили или на Даканаидзе. Цены на лекарства и деньги на капитальный ремонт. Премьер Владимир Гройсман сегодня комментировал самые наболевшие вопросы в Одессе, куда он отправился с рабочей поездкой. Почувствовали ли жители города дискомфорт от визита главы правительства? Или все прошло гладко, как Гройсман и обещал накануне? Знает Одессит Андрей Анастасов. Своё вчерашнее обещание Владимир Гройсман выполнил. По пути следования кортежа дороги в Одессе никто не перекрывал. Ранее патрульная полиция хотела ограничить движение, но премьер им это строго-настрого запретил. Мол, по Савковому это. Не, не, не будет перекрыто. Наоборот, народ не будет даже, что кто-то приехал. В Одессе премьер открыл новый комплекс по производству лекарств. Теперь здесь смогут выпускать в 4 раза больше медикаментов. И будут они, как обещают, в 2 раза дешевле импортных аналогов. Мировое стандартное. Говорили фармацевты и чиновники о ситуации на рынке, а она плачевная. Стоимость лекарств в Украине искусственно завышена в среднем на 30-40%. Бороться с этим будут с помощью дерегуляции. То есть начнут упрощать процедуры закупок и производства. Еще один больной вопрос дороги, точнее финансирование ремонта. Гройсман предлагает создать единый дорожный государственный фонд. Деньги туда будут идти, например, за счет растаможивания нефтепродуктов. Далее цей фонд будет абсолютно по формуле автоматически распределяться, чтобы каждое село, каждый район, каждая область отримала необходимую количество грошей в соответствии с количеством километров дороги. Показали чиновникам и передвижные весовые комплексы, которые уже успели наделать шуму на украинских дорогах. С их помощью взвешивают фуры, вес которых не должен превышать 40 тонн. Комплексы работают практически по всем регионам. И так будет минимум несколько месяцев. Сейчас летняя пора. И когда дорога разогревается, и идет фура в 130 тонн, понятно, что будет просто колея. План заходов, который у нас сегодня есть, он как минимум до осени постоянно будет действовать. Под конец премьер побывал на морском вокзале. Его хотят переоборудовать в мегафункциональный таможенный терминал, но из-за проблем с госфинансированием стройка заморожена. Начальница Одесской таможни Гройсман пообещал, что недостающие 35 миллионов гривен будут разблокированы и поступят из казны. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Какое финансирование, такие и дороги. Качественных трасс в Украине ждать еще как минимум придется лет сто подсчитал министр инфраструктуры Владимир Амелян. Чиновник уверен, что те средства, которые ежегодно выделяются на латание дыр в асфальте, погоды не делают. За 20 миллиардов гривен, предусмотренных в 2016 году, удастся отремонтировать только 1% убитых магистралей. От практики ямочного ремонта глава ведомства вовсе считает нужным отказаться. Суммы колоссальные, а толку ноль. Ускорить решение о иллюстрационном законе требуют от Конституционного суда в оппозиционном блоке. Там убеждены, что норма нарушает права и свободы граждан. Как заявляет нардеп оппозиционер Михаил Попиев, документ уже дважды раскритиковали в Венецианской комиссии. По его мнению, законом об очищении власти пытаются подменить другой, о борьбе с коррупцией. А исходя из 61 и 62 статей Конституции, человек не может быть дважды наказан по одному обвинению и быть осужден без доказательств. Мы надеемся, чтобы Конституционный суд прискорил решение, чтобы мы четко и ясно понимали, какая позиция судов Конституционного суда и соответствует закону Конституции. Задержание на полмиллиарда. Детективы Национального антикоррупционного бюро арестовали крупного госчиновника. Кто пытался заработать на киотских деньгах и в каких схемах замешан этот подозреваемый? Все подробности знает Павлина Василенко. Странности тендера заметили еще в прошлом году. Победителя торгов огласили в день Святого Николая 19 декабря, да еще и в субботу. Этот тендер фактически продавливали и, насколько я знаю, там было 70% предоплаты. Это был последний день, когда можно было до Нового года эти деньги отправить. Самую крупную сумму тендера должна была получить фирма Агротехбуд. 480 миллионов гривен за то, что заменит обычные лампочки в ряде украинских городов на энергосберегающие. Но насторожил тот факт, что у компании незадолго до тендера поменялся владелец. У нее незначительный уставной капитал и она никогда не участвовала в подобных торгах. Кстати, до сих пор Агротехбуд на сайте Минюста числится по адресу в одном из жилых киевских домов. Но нам говорят, здесь уже давно частная квартира. Директор фирмы прописан в Донецке. Дозвониться ему не удалось. За тендер отвечал сотрудник госпредприятия «Украинские экологические инвестиции» Алексей Коваль. Это предприятие подчиняется Минэкологии. Именно Коваль должен был связываться с участниками тендеров и мог бы прояснить ситуацию. Но два его телефона, указанных на сайте госзакупок, не отвечают. Я думаю, что после этого об этой компании никто ничего не слышит. Она покупалась исключительно под эту операцию. Мы ежедневно видим в мониторе госзакупки, что эти схемы происходят практически ежедневно. Проверять тендер украинских экологических инвестиций НАБУ взялось еще в январе. Тогда допрашивали всех должностных лиц Минэкологии, самого госпредприятия и фирмы Агротехбуд. Позже к проверкам подключились антимонопольный комитет и другие инстанции. В итоге конкурс на освоение японских денег остановили. И вот накануне первый арест. Задержали секретаря комитета госзакупок. Имя его в НАБУ пока не разглашают. Вот что говорит об этом министр экологии. Как дальше оперировать с этими границами. И мы, конечно, будем шукать правильные открытия шляхи для того, чтобы прозоро принималось решение, как выкористить деньги. Детали задержания в НАБУ пока не комментируют. Известно, что еще устанавливают всех причастных к преступлению. А задержанному секретарю комитета госзакупок объявили о подозрении и планируют установить меру пресечения. Павлина Василенко, Олег Неведомский. Подробности в телеканал Интер. Тем временем нардепы примеряют на себя роли следователей. Планируют вывести на чистую воду причастных к офшорам. Планы амбициозные, но пока это только разговоры. Что мешает парламентариям заняться делом? Все подробности из Верховной Рады от наших корреспондентов. Вторую неделю подряд они работают в сессионном зале, но на продуктивности это пока не отразилось. Большинство законопроектов не смогли даже включить в повестку дня. Нет голосов. Правда, один голос в Раде сегодня добавился. Вместо Юрия Луценко мандат получила Оксана Белозир. Только украинский парламент дает ответ на то, какой будет Украина. Белозир даже сидит на месте уже генпрокурора. Хотя в куларах поговорили, за это креслофракционные лидеры могут побороться. По депутатским меркам оно уж очень удачно расположено. Возле прохода, а значит и возле спикера. Но парламентский стул отдали даме. А вот другую должность главы фракции БПП доверили Игорю Гриневу. Он говорит первым делом заставить депутатов не прогуливать. Мы имеем достаточно сложную конференцию фракции, которая не наличит, скажем так, большого запаса. И поэтому нужно очень сильно бороться за явку депутатов, за то, чтобы было монолитное голосование. Без нардепов, когда каждый голос на вес золота, законы слетают. Сегодня еще один тому пример. Это вопрос не проектов законов, это вопрос залу, это вопрос отсутствия коалиции. Это то, о чем мы говорим не один раз. То есть, на жаль, в зале нет коалиции. Все споры из зала сегодня перекочевали в кулары. Там обсуждают создание временной следственной комиссии, которая возьмется за офшоры. В БПП даже повздорили, кому в ней быть. Володимир Арарьев мае конфликт интересов, оскільки батько Игоря Кононенка працював его помещником в Верховной Раде в минулому скликанні. Это не может человек, который работал с батьком Игоря Кононенка, дослеживать деятельность самого Игоря Кононенка в складе тимчасовой следственной комиссии Верховной Раде с вопросом расследования офшорного скандала, оскільки саме Игорь Кононенка и компания «Интрака» есть одним из фигурантов всего офшорного скандала. Хоть царьевым, хоть нет, но амбиции для создания такой комиссии не на один месяц работы. Вот только о тех же офшорах и у кого они есть, парламент сможет разве что говорить без закона о следственных комиссиях такой орган лишён всех полномочий. Ну и создание комиссии заговорили, а скорее не договорились. Главы фракции даже собирались отдельно, но безрезультатно. А оппозиция тем временем призывает тоже к созданию войска, но по другим вопросам. Мы будем выступать про создание тем временем следственной комиссии по тарифам. Потому что то, что сейчас наше население повертает от цивилизации до каменного века, это уже реальность. Потому что подвищение тарифов на такой уровень, это создает условия, что люди просто не смогут использовать газом. Черговый крок – это идите на поля, отстреливайте суслыков, шейте себе одежды, и возвращайтесь к каменного века, туда, куда ведет сегодняшняя влада и сегодняшний город. За разговорами и день прошел. Избранники обещают показать результаты в четверг и ждут от Кабмина законопроектов, необходимых для сотрудничества с МВФ. Екатерина Лысенко, Ольга Ратер, Владимир Самченко, Александр Данилов. Подробности – телеканал Интер. Автомобиль народного депутата Антона Герасченко попал в аварию. По сообщению столичной полиции, сегодня в полвосьмого утра помощник нардепа Герасченко попал в серьезное ДТП на улице Саперно-Слободской. Водитель не справился с управлением Хонды и на скорости влетел в отбойник. Пассажиров в автомобиле не было. Скорую вызвали прохожие, они же сняли видео. Виновник происшествия сейчас в реанимации с тяжелыми травмами, пока к нему не пускают даже полицейских. Сам Герасченко заявил, что причина аварии – скользкая дорога. Якобы машина попала в лужу и ее занесло. Журналисты также выяснили, что автомобиль Хонда Кросс Тур в декларациях нардепа не значится. А на вопрос, его ли эта машина, Герасченко ответил – арендую у товарища. Ройлти за армейский камуфляж. Народный депутат обвинил волонтерский десант при Министерстве обороны в отнюдь небескорыстной помощи украинской армии. Якобы у ведомства украли патент на форму украинских военных, а в будущем могут даже взыскать с Министерства деньги. В спорной ситуации разбирался Ярослав Кречко. Лето прошлого года. Образцы новой формы для армии демонстрируют украинскому президенту. Среди них камуфляж под рабочим названием «Варан-ВСУ» – одна из разработок волонтерского десанта в Минобороны. О новинке рассказывает Константин Лесник. Именно его, нардопиван Винник, теперь обвиняет в краже правособственности на образец. В будущем, считает Винник, от Минобороны могут потребовать деньги за использование чужого патента. При этом Лесника депутат называет человеком Юрия Бирюкова, который возглавлял волонтерский десант в ведомстве. Причиной для громких обвинений стал вот этот документ – ответ Минобороны на запрос депутата, где написано «Даже судебный иск сейчас готовится». Спорная форма действительно в украинской армии сейчас в небольшом количестве и на экспериментальной носке. В офисе Лесника на манекене как раз штаны камуфляжа «Варан» ВСУ. Это второй вариант, разработанный волонтерами. Именно в такой форме участвовали в прошлогоднем параде десантники и морпехи. Далее был третий, а потом четвертый – окончательный образец. Вот это окончательный, который ребятам, кто его носил, понравился. Разница с коммерческим тоже можете увидеть. Коммерческий более темный и другие цвета. Коммерческим Константин называет камуфляж «Варан» без приставки ВСУ. Эту форму, утверждает, он продавал еще в 2014 году. Именно на этот образец зарегистрирован патент, а вариант, разработанный для украинской армии, это, согласно авторскому праву, совершенно другая форма. И она уже собственность Минобороны. Поэтому, утверждает Лестник, даже если бы вдруг захотел, претендовать на роялти от государства он не сможет. То, что права на образец «Варан» в ССУ принадлежат Минобороны, подтверждает, кстати, и тот самый ответ, который пришел депутату из министерства. В ведомстве прокомментировать суть претензий к Лестнику и обнародованные нардепом данные пообещали завтра. Ярослав Кречко, Ольга Рыцарь и Валентин Белич. Подробности – телеканал «Интер». В Москве сегодня с визитом помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Одна из главных тем – это конфликт на востоке Украины и последующие шаги по реализации минских договоренностей. Как сообщает Госдеп США, эти вопросы в российской столице Нуланд обсудит с представителями правительства Федерации. И пока в Москве о минских соглашениях разговаривают, боевики их вовсю нарушают. В ход пошел крупный калибр. Ночью обстреляли из минометов и ствольной артиллерии позиции наших военных в районе Новотроицкого. Неспокойно было и днем. Все подробности расскажет Вениамин Трубачев. На Донбассе идут дожди и добраться на передовую может только военная техника. Именно эти позиции боевики обстреливают с минометов. После последней атаки все поле усеяно новыми воронками. Калибр 120 мм и количество разрывов. Тут на этом участке, где видно, штук 20 можно разрывов побачить. Ближе к месту взрывов подходить нельзя. Противник в любой момент может снова открыть огонь. Стреляют самого Докучаевска. То есть окраины города. То есть имеется в виду не то, что за городом, именно и самым городом. Потому что ночью, как вы сами понимаете, вспышку четко видно. И определить, откуда происходит выстрел элементарно. Во время интенсивных обстрелов подходят диверсионные группы боевиков и применяют уже стрелковое оружие. Это крайняя позиция украинских военных. Отсюда уже хорошо видны укрепления боевиков. Но выглядывать из-за этого брустера смертельно опасно. Постоянно работает снайпер и стреляет крупнокалиберный пулемет. Противник ведет огонь с этой заброшенной фермы. До нее приблизительно километр. Это расстояние прямого выстрела. Отбиваемся, короче, пулеметом. Так, блычка выходит, да? Ну, да, конечно. Они стреляют, мы стреляем. Подбираются боевики и с другой стороны. Поэтому наблюдатель постоянно просматривает в бинокль линию фронта. Да ну что, сейчас травичка просто. По главной войне. Тем более, если формы камуфлированы, под себя травой, то ничего не побачишь. Военные сейчас готовятся к очередной неспокойной ночи. С наступлением темноты боевики снова начали стрелять. Вениамин Трубачев, Вадим Ревун и Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Кто кого переиграет. На кону противостояние Турции и Евросоюза, мигрантский кризис и безвизовый режим. Причем не только для Турции. Как конфликт Анкары и Брюсселя отразится на предоставлении безвизового режима для Украины? Расскажет Светлана Чернецкая. Она в Брюсселе. Это тупик. ЕС и Турция никак не могут договориться. Анкара добивается скорейшего введения безвизового режима с Европой. Мол, это было изначально частью сделки. И Турция свои обязательства выполнила. Исправно принимает мигрантов, которых ЕС отправляет обратно. Европа же не спешит выполнять свои обещания. Настоятельно требует Анкары ввести изменения в антитеррористическое законодательство. По мнению Запада, в нынешнем виде оно предполагает слишком широкую трактовку. И может использоваться для притеснения меньшинств. Прежде всего, курдов. А в попавшем в прессу докладе Еврокомиссии опасения посерьезнее. Мол, в случае отмены виз для жителей Турции может возрасти количество терактов в ЕС. Чиновники уверены, боевики ИГИЛ будут обманными путями получать гражданство Турции и свободно въезжать в Шенген. А это станет очередной брещью в системе безопасности Европы. На компромисс ни Анкара, ни Брюссель идти не готовы. Значит, до зимы безвизового режима Турции не видать. А это уже ставит под сомнение доступ украинцев к Шенгену. Официально между получением безвизового режима Турции и Украины нет связи. Но с политической точки зрения эти два вопроса идут вместе. Поэтому боязнь еврочиновников наплыва террористов из Турции может навредить Украине. Хоть в Украине и нет террористов ИГИЛ, многие скажут, что сейчас не время пускать больше людей в Евросоюз. Сейчас тает надежда на то, что безвизовый режим с Украиной примут до лета. До непосредственного голосования в Европарламенте осталось еще много процедур. Вопрос должны дважды рассмотреть на заседании комитета, утвердить его и отправить на рассмотрение евродепутатам. До летних каникул осталось всего четыре пленарных заседания парламента и время не на стороне Киева. Но даже с процедурными задержками и оттягиванием процесса из-за Турции, к зиме украинцы должны получить право свободно въезжать в Шенген. Светлана Чернецкая, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. И если Турция с Евросоюзом торгуется, то в Великобритании идет борьба за выход из ЕС. Что общего бывший мэр Лондона Борис Джонсон нашел между Евросоюзом и Гитлером? И какими еще скандалами обрастает предстоящий Туманному Альбиону референдум, расскажет наш Сапкор в Лондоне Оксана Кундеренко. Очередная сенсация. Премьер-министр плел заговор с бизнесменами. Журналистам попало в руки письмо, в котором Кэмерон договаривается с основателями крупных корпораций, чтобы те опубликовали устрашающие финансовые отчеты. Мол, убытки будут колоссальными в случае выхода Британии из Евросоюза. Дальше переписки дело не зашло, поэтому сенсация получилась на троечку. Но оппоненты Кэмерона, конечно, выжили из нее все по максимуму. Главный евроскептик страны Найджел Фарадж даже пригрозил инициировать второй референдум, если перевес голосов в пользу ЕС будет незначительным. Если мы проиграем с небольшой разницей, хотя вряд ли это произойдет, в правящей партии возникнут разногласия. Все видят, что Кэмерон ведет игру не по правилам, и не исключено, что придется голосовать еще раз. Отличился еще один из противников Европы, бывший мэр Лондона Борис Джонсон. В интервью он сравнил Европейский Союз с Гитлером. Мол, цель у них одна – объединить всех в мощную сверхдержаву под единым руководством. Гитлер говорил не об объединении Европы. Он хотел ее завоевать и уничтожить половину населения. Разницы не чувствуете? Все, что я делаю, это рассматриваю предыдущие попытки объединения Европы. И то, что происходит сейчас, глубоко антидемократично. Возмутилось даже высокое руководство в Брюсселе. Президент Европейского совета Дональд Туск диагностировал у Джонсона политическую амнезию. А Кэмерон вторил, что Европа должна быть сильной и выгоден Брекзит только врагам. Нет сомнений, что лучше будет вместе, а гораздо хуже отдельно. Я собираюсь повторять это на протяжении 36 дней. Именно столько осталось до исторического голосования. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот, что у нас во второй части. Не дожидаясь перитонитов, как губернатор Москаль предлагает бороться с коррупцией на таможне? Долгая дорога в Канны, как на главном европейском кинофестивале, безопасность обеспечивают водолазы. История с возвращением на родину Надежды Савченко буксует. В Москве заявили, что обменивать Савченко на ГРУшников Ерофеева и Александрова не планируют. Но о сроках передачи Украине незаконно осужденной российский Минюст все же вспомнил. Как на это реагирует Киев и какие шаги предпримут адвокаты? Все подробности знает Данил Русаков. Дело Надежды Савченко сегодня вспоминали в российском Минюсте. Руководитель ведомства Александр Коновалов заявил, обменивать украинскую пленницу на двух ГРУшников в Москве не планируют. Здесь настаивают на формулировке о передаче Савченко Киеву в рамках специальной конвенции. Она позволяет осужденным отбывать наказание на родине. Коновалов заявил, что для ее исполнения необходимы определенные условия. Принимающие и передающие стороны обязаны выразить согласие. Такое же решение должен принять и сам заключенный. Все необходимые бумаги Надежда Савченко уже заполнила и продолжает ждать. В Минюсте о сроках тоже вспомнили. Там сообщили, что такая процедура длится обычно долго. Сегодня Надежду в Новочеркасском СИЗО посетил адвокат Марк Фегин. Заявление чиновника правительства он прокомментировал так. В предыдущем информационном сообщении от анонимного источника правоохранительного уровня, насколько я понимаю, тоже из Минюста или из Псина, возможно, звучало срок в год. Вот это совершенно неприемлемая позиция по той простой причине, что налицо такое явное затягивание исполнения конвенции. В тех случаях, когда это необходимо, это действует гораздо быстрее. В Украинском Минюсте на заявление российского чиновника Коновалова тоже отреагировали. Официальный Киев считает, юридическая процедура это один блок, а дипломатические переговоры это совсем другое. А они в деле летчицы, несомненно, велись. Пресс-секретарь Путина о Надежде Савченко вспоминал тоже. Песков заявил, что пока нет каких-то новых элементов в этой истории, а также добавил, что состоялся некий обмен мнениями. Кого и с кем не уточняется. Сама пленница продолжает находиться в камере следственного изолятора. Этапировать в колонию пока не собираются. Состояние летчицы, по словам адвокатов, удовлетворительное. Надежда принимает пищу, пьет воду. Марк Фигин также добавил, в Москве хотят сами решить, когда отпускать пленницу. А потому заявил адвокат нужда новая кампания за освобождение Надежды Савченко. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Ну а пока Надежда Савченко поздравила Джамалу с победой на Евровидении. Об этом после посещения украинской летчицы в СИЗО на своей странице в Фейсбук написал Марк Фигин. Через адвоката Надежда передала приветствие украинцам и попросила отдельно поздравить певицу. Сама Джамала отказалась от российского гражданства. Об этом победительница Евровидения заявила сегодня на пресс-конференции. На предложение самопровозглашенной крымской власти она ответила, что одно гражданство у нее уже есть и другого не нужно. Также продюсер, победительница Игорь Тарнопольский рассказал о том, что всего на конкурс потратили более трех миллионов гривен. Большую часть этих денег предоставил один из отечественных телеканалов, а остальные анонимные благотворители. Также Джамала подчеркнула, что ни свою победу, ни саму песню с политикой не связывает, и сама политикам становиться не планирует. Мені навіть трешечки сумно, що так багато асоціюються пісня с политикой. Мені здається, там, де є політика, там немає почуттів. Немає. А в музиці навпаки. В музиці навпаки, там тільки почуття може розповісти. Це просто, як різні полюса, розумієте, політика і музика. Мені не туди, взагалі. Загалі. Як всегда на горячем, за вимогательство задержан лідер одного із профсоюзів. Об этом сообщають в СБУ. В марте этого года он организовал бессрочную акцію протеста у здания госслужби Геодези с требованием отставки главы ведомства. Прекратить акцію согласился лишь в том случае, если ему заплатят 100 тисяч долларов или назначат заместителем руководителя. Задержали лідера профсоюза в одном із столичних торговых центров. В тот момент ему как раз передавали часть взятки 150 тисяч гривен. Грозит ему от 3 до 7 лет лишения свободы. І ще одна історія со взяткой. В Закарпаттській області с поличним взяли високопоставленного таможенника. Начальник смены поста «Малый Березный» на українсько-словацкой границе за 420 евро разрешил контрабандистам перевезти через границу сигареты. Их планировали продать в дьюти-фри магазине в нейтральной зоне между двумя государствами. Задержали его прямо во время получения денег. Губернатор Закарпаттий Геннадий Маскаль потребовал отстранить от работы всю смену таможенников. Появится ли коллектор в Бортничах? Там на окраине Киева располагаются очистные сооружения, которые уже давно нуждаются в модернизации. Пока в тендере на 58 миллионов гривен победила малоизвестная фирма. А в райадминистрации уже готовы отдать ей треть суммы авансом. Правда, с результатами тендера согласны не все. Некоторые из участвовавших в конкурсе компании уже готовят жалобы в антимонопольный комитет. Так был ли тендер проведен честно? Потянет ли это небольшая малоизвестная компания такие масштабные работы? Сейчас разбираются наши корреспонденты и подробности этого расследования смотрите уже завтра. По всей линии соприкосновения наши военные все чаще сталкиваются с группами спецназа противника. Диверсанты пользуются и погодными условиями, и особенностями местности. Но у украинской разведки свои методы о том, как боевики сами превращаются в мишени. Подробнее Руслан Смещук. Позиции украинской армии в районе села Троицкое Луганской области. Между оккупированными Дебальцевым и Стахановым. Иногда на горизонте видны клубы дыма. Боевики периодически используют артиллерию. А с появлением густых зарослей война тут переросла в настоящую герилью. Ожесточенное противостояние снайперов и разведок. Днем почти ничего не происходит, когда светло. А когда уже темнеет, начинают снайпера работать. Ну, пытаются зайти в ДРГ. Но противник хорошо подготовлен. Даже самые внимательные могут не заметить диверсантов-боевиков. Рассказывает разведчик с позывным «Белый». Его группа попала недавно в засаду. Командир разведки был контужен. Два человека выносил, а других два человека прикрывало отход. Вот этих вот троих. Нам удалось, ну, по данным сепаратистов, нам удалось сделать им 4,02. Сколько трехсотых, я не знаю. Сейчас на Донбассе идут проливные дожди. Оружие быстро пачкается и забивается. Поэтому, как только выдается полденька без осадков, бойцы тут же перебирают и чистят его. Раз в два-три дня он стабильно должен быть чистым. Потому что если он будет жазный, он начнет клинить. Начнет автомат клинить, он не будет стрелять, и тогда у противника есть большое преимущество вас убить. После этого оружие заряжают. Вечер и ночь вряд ли выдадутся спокойными. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Анатолий Воробей. Подробности – телеканал «Интер». Инициатива наказуема. В Черновцах патрульная полиция избила активиста. Информация об инциденте, который произошел в конце апреля, появилась лишь сегодня. Сергей Бурый рассказал, что решил покрасить дорожный бордюр в спальной части города в желтый цвет, поскольку городские власти так и не торопились обновить дорожную разметку. Но патрульные потребовали прекратить эту работу. Когда он отказался, надели на него наручники и, как заявляет активист, избили. Сегодня Сергей Бурый с палаткой и плакатами пикетировал здание облуправления полиции. Тебе, чтобы патрульные извинились и написали рапорт об увольнении. А в управлении парируют, мол, это активист бил патрульного и даже есть видеодоказательства. Правда, показать оперативное видео отказались. Также в управлении патрульной полиции есть видео, где четко видно, как гражданин Бурый СВ бьет рукою груди працівника управления патрульной полиции. Данее видео будет потребованы органы прокуратуры и долучены до криминального проведения. Застосовали до меня физическую силу, вдягнули кайданки, завдали телесных ушкоджений. Робили это с особенной жестокостью. Они провокуют людей на агрессию. Такие впечатления, что они женятся за показниками. Они застосовывают силу, спецзасобы. Строительство остановить, а землю продать на аукционе. Запятую в истории со скандальной стройкой на Никольской слободке в Киеве сегодня поставила архитектурно-строительная инспекция. Ведомство аннулировало выданное им ранее разрешение на возведение там жилого комплекса. Основание – отсутствие у заказчика строительства базовых документов, градостроительных условий и права на землю. Последнее тот утратил из-за долгов перед банком. А спорить решение ГАСКО компания сможет в суде. Держбудинспекция Украина провела позаплановую проверку этого строительства. По результатам проверки было выявлено, что два базовых документа, которые есть для выдачи дозвілу, на сегодняшний день втратили свою деятельность. Мы считаем, что строительство может быть продолжено за решением суду. Поэтому мы обратимся к Верховной Ради с проханием унеможливать выдачу дозвольных документов за решением суду. Пострадавшие инвесторы, а их около трех сотен, все же надеются на продолжение строительства. Говорят, что если застройщик выкупит землю у банка на аукционе, в свои квартиры они смогут въехать через год-полтора. Напомню, скандалы вокруг строительства жилого комплекса на набережной Днепра идут уже не первый год. Местные жители Слободки неоднократно выходили на акции против возведения по соседству высоток. Одна из таких закончилась стрельбой. Неизвестные в масках открыли по людям огонь. С ранениями тогда были госпитализированы несколько человек. Стройку несколько раз то замораживали, то размораживали. В итоге в прошлом году апелляционный ход суд Киева признал возведение комплекса законным. Украинское ноу-хау в Америке, в Штатах представили уникальный метод лечения порока сердца у новорожденных, который был разработан в Украине. Для этого в Балтимор на специальную конференцию пригласили известного украинского кардиохирурга Илью Емца, который внедрил этот метод. С подробностями из США наш собственный корреспондент Тихон Зитко. Американская ассоциация таракальных хирургов – одна из самых авторитетных медицинских ассоциаций в мире. Илья Емец, директор Центра детской кардиологии и кардиохирургии – один из главных гостей ее конференции. Пять лет назад он выступал в Филадельфии, сейчас в Балтиморе, об успехах которых удалось достичь за это время. В то, что позволяет делать разработанный Ильей Емцем метод, сложно поверить. Но это факт. Некоторым детям проводят операции на сердце, когда им всего несколько часов от роду. Емец первым на постсоветском пространстве начал оперировать новорожденных со сложными пороками сердца. А затем первым в мире стал использовать для операции пуповинную кровь вместо донорской. Один німец мне сказал так, что этот метод неможен в Німеччине только потому, что кровь не обследуется на вич. Когда я ему предупреждал и сказал, что кровь в собственной крови, то когда дитина родится и перерывается пуповина, то 30% крови остается в плаценте. Это его властная кровь. Почему ее обследовать на спид? Почему? Он согласился, но сказал, что у нас есть правила. Впрочем, такая реакция скорее исключение. Метод, который внедрил Емец, используют во многих странах. В частности, в американском Кливленде. Уже несколько лет действует центр, где практикуется так называемая пуповинная программа. Статистика показывает, процент неудачных операций снизился. Есть и экономическая выгода. В наших условиях эта технология не является больше витратной, чем в использовании донорской крови. Это на этапе до переливания крови. Но те переваги, которые мы получаем на выходе после того, как используем свою кровь, они очевидны. И они также вливаются в финансовые переваги. Оскільки это позволяет скоротить час перебивания в реанимации. И понимаете, что каждый день это очень-очень много вартостно. Выступление Ильи Емца на конференции в Балтиморе вместо запланированных 8 минут растянулось на час. Американские кардиохирурги, заинтересованные в изучении и дальнейшем внедрении пуповинной программы, которая впервые в мире была создана в Украине. Тихон Дедко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Небывалая жара стоит в Израиле. Синоптики фиксируют рекорды, а медики пытаются справиться с их последствиями. Как выжить в этих экстремальных условиях, расскажет Сергей Услендер. Ему тоже жарко. Жара это не совсем подходящее слово. Ощущение, что страна просто плавится в гигантской доменной печи. Как нарочно к экстремальным температурам добавился шараф, пыльная буря. Так что раскаленный воздух еще и насыщен пылью. Метеорологи в ужасе. Все температурные рекорды давно побиты. В Израиле температура воздуха бывает и выше, но только не в мае. Чтобы в это время года термометры показывали 43-44, а в некоторых местах и до 50 градусов, такого за всю историю наблюдений еще не было. Службы спасения работают в особом режиме. Врачи отзывают из отпусков в больницах сотни пострадавших от обезвоживания тепловых ударов. Скорая помощь привлекает добровольцев. Задействованы все исправные машины и экипажи. К нам обратились за два дня более 500 человек. Были случаи, когда наши машины подбирали людей, потерявших сознание прямо на улице. Самый тяжелый случай с 8-летним ребенком. Он сейчас в реанимации. Симптомы у всех одни и те же. Перегрев. Врачи буквально умоляют не забывать детей в машинах. При такой жаре у них просто не будет шансов. Обращаются не только к родителям, ко всем подряд. Идете по улице, посмотрите внутрь автомобиля и вдруг увидите там забытого ребенка. В таком случае полиция настоятельно рекомендует, не дожидаясь приезда скорой помощи или патрульных, разбить стекло и вытащить малыша наружу. При таких экстремальных температурах все решают минуты. Но самая страшная беда – лесные пожары. Огонь охватил уже сотни гектаров. Горят рукотворные рощи, которым нет цены. Снова в деле пожарная авиация. Расчеты перебрасывают на юг страны и в районы Иерусалима. Там горит сильнее всего. Введен категорический запрет на мангалы и разведение костров. Ходим постоянно с предупреждениями нашим гражданам о той ситуации, которая развивается. Естественно, полиция работает практически постоянно сейчас в усиленном режиме в этих местах, где, возможно, могут произойти пожары или уже произошли пожары. Мы работаем вместе со службой пожарной службы, со службой спасения. В школах отменили занятия на открытом воздухе. Врачи вообще советуют всем, независимо от состояния здоровья, выходить из помещений только при крайней необходимости. Метеослужба утешает. Завтра температура начнет падать и дышать станет легче. Сергей Услендер. Подробности. Телеканал Интер. Израиль. Пока британские заключенные получают наркотики по воздуху, разработку американских школьников НАСА успешно отправляет в космос. Об этом и не только в нашем обзоре. Самый большой в мире круизный лайнер прибыл в порт Саут-Гемптона. Два дня назад судно «Гармония морей» вышло из французского порта Сен-Назер. В Британии гигант возьмет на борт пассажиров и отправится в первый коммерческий рейс. Судно, которое называют плавающим городом, рассчитано почти на 5,5 тысяч отдыхающих. Заказчику американской круизной компании он обошелся в более чем миллиард долларов. НАСА запустило спутник, созданный американскими школьниками. Аппарат CubeSat отправили с борта Международной космической станции и уже получили от него первые данные. Также космическое агентство в Новой Зеландии запустило большой воздушный шар для исследования околоземного пространства. На борту аэростата почти тонна оборудования. Вокруг Земли он будет облетать раз в три недели. Всего путешествия продлится 100 дней. Британские заключенные получают нелегальные передачи по воздуху. Беспилотник с наркотиками и мобильными телефонами попал в объектив камеры слежения во дворе лондонской тюрьмы. Посылку сразу же перехватили охранники. По статистике Министерства юстиции, за последние годы количество нелегальных передач в тюрьмы Англии и Уэльса возросло вдвое. Транспортная матрешка по-китайски. В провинции Шан-Си полиция остановила грузовик, который перевозил еще две машины одна на другой. Так водитель хотел сократить расходы на транспортировку. Но сэкономить не удалось. Мужчину оштрафовали за перегруз автомобиля. Букеровская премия нашла своего победителя. В Лондоне награду получила писательница из Южной Кореи Ханг-Ханг за роман «Вегетарианка». Пятеро судей единогласно признали ее работу лучшей. Призовые 50 тысяч фунтов победительница поделит с переводчицей романа Дэборой Смит, которая выучила корейский только три года назад. Отряд тренированных соколов усиливает охрану звезд Каннского кинофестиваля. В обязанности птиц входит отпугивать чайку отеля, где остановились знаменитости. Пернатые парят над зданием на высоте около 150 метров. Чайки видят хищников и не подлетают близко. Это спасает гостей отеля от надоедливых птиц, которые воруют еду прямо со столиков и могут легко опрокинуть бокал с напитком на уникальный наряд. Не только птицы, но и несколько тысяч тайных агентов слетят за безопасностью в Каннах. На Лазурном берегу стартовала вторая неделя международного кинофестиваля. И уже в это воскресенье в финал. О Каннских парадоксах из Франции мой коллега Дмитрий Анопченко. Фестиваль этого года его организаторы задумывали и позиционировали как самый громкий. Конечно же, имея в виду, что фильмы и конкурсные события поразят. Но вышло все немножко по-другому. Главные европейские вызовы. Беженцы, угроза Шенгену, угроза новых терактов даже на Каннском кинофоруме сказались. В этом году на фестивале свыше 200 тысяч гостей. Многие прилетели на Лазурный берег через аэропорт Ниццы. И как и мы, только приземлившись, столкнулись с проблемой. Самой яркой демонстрацией европейского кризиса этих дней. Вот это видео я снимал на мобильный телефон. Телекамеры в зоне прилета под запретом. Так вот, пассажиров, прибывших во Францию из других европейских стран, по сути, внутренними рейсами, заставляли еще раз пройти пограничный контроль. Полная неразбериха, огромные очереди, толпы людей, детский плач. Люди в возрасте, не выдерживая часового ожидания, просто на полу лежали. Но авиационные власти, опасаясь то ли беженцев, то ли беспокоясь о безопасности участников Канн, организовали двойной контроль на еще не так давно прозрачной границе. Беспрецедентные меры безопасности и в самих Каннах. Французское МВД, получив оперативную информацию, мол, все возможно, и угроза безопасности серьезная, решили, что называется, закрутить гайки. Контроль за посетителями дворца фестивалей в эти дни осуществляют 4000 агентов безопасности. И это не только традиционные фестивальные секьюрити, но и спецагенты в штатском. Впервые ввели личный досмотр зрителей. Перед каждым показом в зал теперь первыми заходят вовсе не вип-гости, а команда специалистов по разминированию взрывчатку ищут. Дошло до того, что в море у дворца фестивалей, там, где пришвартованы роскошные яхты, гостей и самих звезд, теперь круглосуточно дежурят водолазы. На фоне всех этих мер безопасности и проходит 69-й Каннский кинофестиваль. Его организаторы все понимают и сами, может быть, такой бдительностью не очень-то и довольны, но говорят, этот фестиваль все равно станет прорывом. И вот почему. Конкурс на Лазурном берегу всегда славился тем, что здесь отмечали интеллектуальное кино. Кино не для всех. Но ленты, получившие золотую пальмовую ветвь, очень редко собирали аншлаги в кинотеатрах. И только в нынешнем году. По крайней мере, оргкомитет на это очень рассчитывает. Картины, участвующие в конкурсе, войдут в топ-лист лучших фильмов года. И не только по мнению критиков. О них поговорим в следующие дни. Ну а фильм «Победитель» предсказать пока сложно. Эта неделя как раз решающая. Известно лишь, что он закроет кинопоказы. И это еще одно нововведение Каннского кинофестиваля этого года. С Лазурного берега Франции Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал «Интер». Подробности UA, это наш сайт, и информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра. ВОЗИТУЮЧНАЯ МУЗЫКА ВОЗИТУЮЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин